ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Наш тренер Павел отлично подготовил нас к поединкам, меня и мою сестру Антонину, как и все ребята, которые тренировались с нами в этом лагере. Так что мы готовы. Еще пару дней, и мы на финише. Сейчас мы начинаем сбавлять нагрузки, тренируемся, чтобы просто поддерживать ту форму, которую мы наработали в лагере. По сути, мы просто двигаемся, прогреваемся, вместе с этим немного гоняем вес и поддерживаем ту энергию, которую мы получили в процессе подготовки. В общем, мы заряжены, готовы и удачи нам. Вообще-то, к этим поединкам Антонина и Валентина готовятся уже давно. Они работают не месяц, не два, а минимум пять-шесть месяцев готовятся к этим боям, так что они готовы. Они обе в отличной форме, и они выложатся на максимум, чтобы выиграть свои бои. Сегодняшняя тренировка и вообще тренировки на этой неделе будут очень легкими. Главная цель просто – жечь калории, двигаться. С весом все в порядке, но все равно нужно продолжать работать. Потому что я расту, я стал больше, чем раньше, и это нормально. Я пообщался со своим диетологом, я пообщался со своим тренером по физподготовке, и они говорят, что я по-прежнему взрывной, сильный, у меня отличная выносливость, я очень быстрый. Так что это потрясающе, знаете, это эволюция моего тела. Конечно, это очень здорово, что я представляю Мексику, потому что смешанные боевые единоборства только-только появились в Мексике. Из года в год ММА эволюционирует в моей родной стране, в Мексике. Но для прорыва нам по-прежнему нужен этот герой, который на 100% будет мексиканцем. Потому что, знаете, на данный момент нам в Мексике очень тяжело привлечь внимание каких-то больших индустрий, для спонсорства, для какой-то поддержки вообще. Так что я думаю, в Мексике нужны такие ребята, как Пантера Родригес, Олекса Грассо, Киньонес, такие, как я, чтобы молодые ребята, начинающие в этом спорте, посмотрели на нас и сказали, «Эй, может быть, мы тоже сможем пробиться, как и они». Он готов взять титул после этой победы. Он готов отрывать головы. Вперед, мексиканцы! Я люблю смотреть «Эмбедедед». Кстати, это ведь был мой первый раз в UFC «Эмбедедед». Вау, я просто себя суперзвездой чувствую. Первый раз в UFC «Эмбедедед». Здорово, это потрясающе, очень классно. Вперед, чемпион! Вперед, чемпион! Эй, приятель, объясни им, что сегодня нужно будет оставаться в отеле. Завтра утром мы получим результаты. Где-то в девять, в десять утра. Затем мы придем, измерим температуру, отдадим их вам. И также дадим вам пропуска с зеленой меткой, чтобы вы могли перемещаться, окей? А мы можем вес в сауне погонять. Да, сауны ведь здесь. Так что да, без проблем. Я только что приехал из Ирвейна, Калифорнии. Там располагается Тима Яма, так что это мой дом на данный момент. Здорово. О, привет. Как дела, бро? Все нормально, а ты как? Да в порядке. Давай быстренько взвесимся. Еще раз поздравляю, рад за тебя. Спасибо. Спасибо тебе. Я готовился биться с Брэндоном Морено, но меня подняли в мейн-ивент и дали поединок за титул. Где-то на восьмой неделе подготовки мне сказали, что я буду биться за титул, так что здорово, что я провел полноценный лагерь. У меня все отлично с весом, я хорошо себя чувствую, хорошо восстановился. О, даже меньше, чем обычно. Так что это здорово, провести полноценную подготовку и показать, на что я способен. У Кэтлин хорошие навыки на земле. Она тоже тренируется в отличной команде, но я просто думаю, что я на другом уровне, и мне без разницы. Даже если бы она фокусировалась на грэплинге и была дерьмовой ударницей, я думаю, что я бы все равно превзошла ее в этом. Но я не воспринимаю это как легкий бой. Я выйду туда и выложусь на максимум, я не буду уступать ей ни в чем. Знаете, я понимаю, насколько для меня важно выиграть этот поединок, сделать громкое заявление. Так что я вижу, как я повалю ее, навяжу свою волю, и выйду на позицию, из которой я заставлю ее сдаться, будь это болевой прием или гранд-энд-паунд. Я чувствую, что смогу это сделать. Я в отличной форме, и я понимаю, что она сделает все для победы, но это просто не сработает. Субтитры сделал DimaTorzok